Я помог ребенку. В Ложском состоялся благотворительный забег, средства от которого пойдут на организацию летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов. 11-летняя Алиса Склеренко – постоянный участник летних благотворительных забегов. В прошлом году она стала призером соревнований на дистанции 200 метров. Для таких особенных ребят особенно ценно и просто участие, а уж победа тем более. Мы второй раз участие принимаем. В прошлом году мы участвовали в этом забеге, заняли второе место. Мы очень рады и довольны. Участники забега сами выбирали себе дистанции. Самые короткие у детей и подростков. Самая длинная – полторы тысячи метров у профессиональных спортсменов. Волжские легкоатлеты тоже поддержали благотворительную акцию. Все мы должны помогать детям. Это наша жизнь, будущее. Мне кажется, все собравшиеся люди здесь очень… Ну, я их благодарю, потому что они молодцы. Пришли помочь детям. Городской забег «Я помог ребенку» проходит в Волжском в четвертый раз. Деньги, собранные в ходе благотворительной акции, пойдут на организацию летнего отдыха детей с серьезными заболеваниями. Например, в прошлом году, благодаря помощи и участию неравнодушных волжан, в профилактории отдохнули 45 детей. Цель этого марафона, ну, во-первых, привлечь внимание к проблемам инвалидов, детей инвалидов, инвалидов детства, собрать деньги нуждающимся детям инвалидов для летнего отдыха. В общей сложности в городском забеге, приуроченном к Дню защиты детей, приняли участие несколько сотен волжан. Эта общественная инициатива нашла отклик и у руководства Волжского. Вот сегодня мы по традиции поддержали и благотворительным взносом, и самим личным участием в марафоне. Вот это их хорошее мероприятие. Я думаю, что для города это как раз подарок к юбилею к 60-летию. Мы стремимся к тому, чтобы были равные условия для всех. Я думаю, постепенно, постепенно мы это всего достигнем. И вот парк – это зона, как раз это такое место, которое объединяет людей. И, собственно, здесь в первую очередь будут эти условия в том числе для этих деток создаваться. В нынешнем году на реализацию проекта «Для спорта нет преград» фонд «Дети в беде» получит социальный грант из бюджета Волжского. Благодаря этому ребята с проблемами со здоровьем пройдут обучение плаванию и игре в ботче. Эта игра с мячом, близкая к боулингу, входит в перечень паралимпийских видов спорта. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин